Я забыла слово. Девочки, разгуляй у меня начался, понимаете? Вот все, у меня так прекрасно каждый день. Вот вы не представляете даже, насколько мне прекрасно. Я просыпаюсь утром, у меня невероятное количество энергии. Я хочу жить, творить. Я была запутавшимся дождиком, сейчас я уже давно вышла из этого состояния. Я говорила, что я немножечко по сумасшедшенке. Вы сейчас, наверное, думаете, что я бадлон держу, но нет. Нет, мальчик, водочки нам принеси. Экстраваган. Всем самый огромный привет, мои дорогие. Меня зовут Алена, и вы на моем YouTube-канале. Если вы здесь впервые, то не забывайте подписываться. Кнопочка находится внизу. Нажимайте на колокольчик для того, чтобы не пропускать новые видео. И оставайтесь со мной во всех моих соцсетях. Все ссылки будут в описании под этим видео. И у нас сегодня видео о покупках. И покупок было очень много. Они все классные, они все вдохновляющие. Они все невероятно стильные. Я просто сейчас смотрю вот на все это изобилие. И я даже не знаю, с чего начать. Потому что, ну, ну просто я прям разошлась. Причем они не только... Их не только много, они еще и такие смелые. Они такие вот с перчинкой. В общем, гардероб будет играть новыми красками. После этого видео я очень долго ждала момента, когда я наконец-таки смогу вам все это показать. Давайте начнем, наверное, с обуви. В цвет помады прекрасные туфли с перемычкой Mary Jane на устойчивом каблуке лаковые от бренда Mango. И Mango на самом деле меня в этом году просто покорили коллекцией обуви. Если раньше я обожала обувь из Zara, то сейчас Mango меня невероятно вдохновляет. И вот этот вот круглый носочек. Посмотрите, какой он очаровательный. Если честно, очень хочется купить белые носочки. Желательно, чтобы тут еще какая-то рюшечка была надеть на ножку. И вот это все будет так очень красиво, очень эстетично. Немного в таком прейпи стиле, на мой взгляд. Хочется еще какую-нибудь юбку интересную. Возможно, сатиновую в длине миди. Я, по крайней мере, себе представляю какую-нибудь светлую сатиновую юбку в миди длине. Возможно, белую, носочки с рюшечками и вот эти прекрасные туфельки. Мне кажется, это будет просто самоочарование. И, возможно, сверху какой-нибудь свитер. Планирую так ходить весной. И не только, на самом деле. Но это просто милота-милота. У меня 37 размер. Они идут размер в размер. Очень комфортные. И вот это вот место идеально, если у вас широкая нога. А у меня прям медвежья лапка, как мама мне в детстве говорила. Поэтому, да, довольно невероятно. Прям гонялась за ними. На ламода ловила свой размер. На ламода мне манго покупать выгоднее. Покупаю я там сама. И со всеми скидками выходит гораздо выгоднее, чем в самом магазине. Потому что манго в последнее время откровенно заламывает ценник. Вторая пара обуви до последнего не отрывала бирку. Потому что думала, что верну. Это лаковые ботильоны. Также от бренда манго. Мне кажется, просто на белом фоне лучше видно. И они у меня в 36 размере. Я просто подумала, что раз здесь такой длинный мыс. Их, во-первых, не было в 37. Я подумала, что ну ладно, помещусь. У меня бывает такое, что я в 36 влезаю. Но я не рассчитала, что мыс-то длинный. Но он узкий. И они немного мне поджимают. То есть, по-хорошему, их бы надо брать размер в размер. Но, взяла как взяла. В целом, думаю, что разносятся. Для образов очень красиво. И в целом, ну они такие невероятные. Мне так это понравилось. Я очень хочу еще одну какую-нибудь лаковую пару обуви. Лак сейчас в тренде. Это фактура, которая набирает популярность. Так же, как и фактура металлика. То есть, все это мы сейчас носим. Наш гардероб становится все смелее и смелее. И я несказанно этому рада. Потому что мне самой так хочется красок. Я вот даже сережки такие смелые купила. В стиле Баленсиага. Мне очень они нравятся. И вот обувь, да. Сейчас у меня прям полный разгуляй по обуви. По чему-то такому яркому и смелому. Ну и раз уж мы с вами уже заговорили про яркое и смелое. Вы мучили меня вопросом. Откуда ботфорты Алена? Они действительно роскошные. Они вот здесь достаточно широкие. В районе голенища. Я просто в них влюблена. Это ботфорты от бренда Витачи. Кажется так. Я раньше никогда не покупала обувь от этого бренда. Это мой первый опыт. Мне они очень понравились. Потому что я ничего подобного не видела. И заказывала я их тоже на Ла Мода. И они так классно на мне сели. Я ношу их. Покажу еще с чем, кстати говоря. Мне очень нравится, как они смотрятся с длиной мини. С чем-то таким открытым. Это не вульгарно. Это смотрится достаточно эстетично. Если на вас при этом длинная верхняя одежда. Если на вас, например, шуба или пальто в длине миди или макси. Это все равно немножечко вот этот вот элемент сексуальности как-то скрадывает. И образ смотрится немного, да, скромнее. И как-то поделикатнее. Но сами ботфорты просто обалденные. У них такой острый мыс. Они, кстати, очень комфортные. Несмотря на высоту каблука. У них очень удобная колодка. Так, белый фон. То есть каблук достаточно высокий. Но колодка у них очень комфортная. И они у меня, если честно, уже побывали в мастерской. Потому что в самый первый вечер, когда я их надела, я каблуком заехала в решетку. Причем не слабо так. И содрала, к сожалению, каблук. А он здесь обтянутый кожей. Поэтому здесь нужно быть осторожнее. Имейте это в виду. Но мне вот сделали. И тут совершенно ничего не видно. Как будто бы никакого их дефекта не было. Немного по новым питомцам пройдемся. Моя новая укороченная шуба. Купила. Не удержалась. Смотрела долго на сайте Матю. Я смотрела на их шубу в длине Макси. Которая называется Мальчик водочки нам принеси. Она такая невероятная. Но мне консультанты сказали, что скорее всего она будет мне слишком длинная. Потому что у меня рост совсем небольшой. У меня рост 158. И посоветовали мне взять такую. И я купила такую. Она очень волосатая. Я вчера ее получила. Я так ее ждала. Я вчера долго думала над покупкой. Потом ее ждала очень. А потом ее получила. И я вчера просто такая в боди на голое тело практически ее надела. Такая счастливая была. Она настолько уютная. Она настолько вот какая-то потрясающая. Потрясающая. И вы поймете, почему я взяла себе такой формат верхней одежды. Когда увидите, что я еще купила. Вот поверьте, все, что здесь показано, оно между собой прекрасно работает. В контексте моего гардероба. Все, что я покажу в этом видео. И настолько формирует классный яркий зимний гардероб. Я невероятно счастлива от каждой вещи, которую я купила. У меня она в размере XSS. И с моим ростом она не сильно-то и оверсайз. То есть, я достаточно небольшая по комплекции, по росту. И она не сильно объемная. То есть, она достаточно хорошо сидит. Поэтому, если вы миниатюрная девочка, присмотритесь. У Матю действительно классная шуба. Это первая. У меня раньше никогда не было. Я вот только сейчас решилась на покупку. Хотя засматривалась достаточно давно. Еще одна моя новинка, которую я ждала. Вы помните мои трикотажные брюки от бренда Inspire? Я ставлю где-нибудь здесь картиночку. Я показывала вам их еще осенью. И я их просто обожаю. Они, во-первых, не такие дорогие, как мои предыдущие трикотажные брюки, которые я покупала уже в другом бренде. Они подешевле. Они тоже не растягиваются. Они хорошо носятся. Коленки тоже не вытягиваются. И изначально, я когда смотрела на сайте, я понимала, что они должны идти в комплекте вот с этим трикотажным бомбером. Но его не было в наличии. Я ловила, ловила, ждала. И вот, наконец-таки, я себе его заказала. Потому что мне это интереснее всего было именно комплектом. Мне хотелось собрать это костюмом. Чтобы это была такая цельная штучка из приятного трикотажа. Чтобы я носила это на каждый день весной. Плюс я дома люблю такое носить. Плюс под какую-нибудь шубу, опять же, я могу это надеть даже на улице. Несмотря на то, что это светлые оттенки, я все равно их продолжаю носить. Особенно, когда уже снег выпадает. Или когда просто на улицу сухо. Да, нужно подгадать с погодой. Но, тем не менее, носить продолжаю. Бомбер у меня в размере S. Брюки в размере XS. И брюкам уже несколько месяцев. И просто трикотаж в безупречном состоянии. Поэтому именно вот этот костюм я могу вам точно советовать. Сейчас тренд на прозрачный трикотаж. Причем прозрачный, одновременно пушистенький. И один из вариантов, который я решила попробовать, это такой свитер от бренда Inspire. Планирую носить под него или боди, или какой-нибудь топ, или бесшовные бра. Мне кажется, это будет очень здорово смотреться. На вешалке смотрится вообще непонятно. Поверьте, если бы я просто вот увидела это в магазине, я бы даже не подошла. Но когда я надеваю на себя, это так классно выглядит. Особенно с чем-то контрастным. Например, с такой контрастной помадой. Мне кажется, это просто бомба. Я влюблена в эту вещь. Это и что-то такое теплое, уютное. И при этом с такой интересной изюминкой. И там есть несколько оттенков. Когда он мне пришел, я подумала еще, что возможно мне нужен такой же молочный. Потому что он тоже красиво бы смотрелся. Сейчас покажу, с чем планирую носить. И еще одна супер красивая вещь. Платье от бренда Inspire. Платье в длине Макси. Резинка здесь на талии. Можно добавить какой-нибудь интересный пояс. Платье с цветочным принтом. И мне было интересно в контексте зимнего гардероба поиграть с такими платьями. Посмотреть, как они будут на мне выглядеть. Как они на мне будут сидеть. С чем я буду их сочетать. И да, мне понравился такой эксперимент. С ботфортами моими прекрасно смотрится. С любыми ботильонами. На высокую девушку тоже это платье прекрасно сядет. Под какую-нибудь шубу объемную. Под объемное пальто. Это тоже будет красиво смотреться. Оно достаточно легкое. И что касается осенне-зимнего сезона. Наверное, вот именно такой формат платьев. Я бы советовала больше всего. Потому что они смотрятся максимально выигрышно. Причем здесь не ляпистый какой-то цветочный принт. Он здесь очень сдержанный. Здесь присутствует всего два оттенка в самом платье. И это не будет смотреться, вы знаете, так рискованно. Потому что платья с цветочным принтом иногда могут сделать наши образы, но уж совсем-совсем простыми. Вот до неприличия простыми. Какими-то вот... Знаете, как будто мы вот из деревни приехали. Ну простите уже за такую формулировку, но действительно это так. Поэтому не всегда цветочный принт смотрится красиво. Но здесь он действительно красивый. Причем платье есть в нескольких оттенках. И я напоминаю, что промокод мой от бренда INSPIRE все еще действует. Пользуйтесь обязательно. Я всегда его оставляю в инфобоксе. Вся подробная информация, все ссылки на все, что я показываю, будет обязательно также внизу под видео. Поэтому заглядывайте. Я уже говорила, что я немного сегодня по сумасшедшенке. И вы думаете, наверное, что я сейчас держу здесь бадлон. Но нет, девчонки. Это платье. Это платье от бренда Lime. И заканчивается это платье вот так вот. Вот так вот оно заканчивается. Оно не заканчивается. Оно такое невероятное, девочки. Оно такое потрясающее. Я влюблена просто в это платье. Я называю его женщина-лапша. Но слушайте, как это сексуально смотрится. Особенно для тех, кто, как я. Почему я вообще его купила? Я очень люблю длину Макси. Но проблема в том, что она сковывает мне движения. И плюс, ты надеваешь Макси с широкими, например, ботфортами, сапогами. И через тонкий трикотаж видно всю вот эту вот фактуру сапог. То есть, все там, все прослеживается. Силуэта красивого не создается. А тут оно заканчивается где-то на... Ну, вот выше колена. Пару ладоней выше колена. И дальше у вас идут прекрасно сапоги. Есть полосочка кожи. Смотрится стильно. Опять же, немного дерзко. Определенно сексуально. И плюс бахрома сейчас всевозможная. Она в тренде. Поэтому пока есть такой классный тренд, пока есть такая возможность, берем. Хотя сверху оно прям лаконичное. То есть, простое черное платье. Ничего особенного в нем нет. Но самый акцент, да. Вот здесь вот сделано роскошно. Качество трикотажа меня просто приятно покорило. Да, я подсела на лайм. Я ничего не могу с собой поделать. Нет, никто мне эти вещи не дарил. Покупала сама. Покупала сама. Новинка моего зимнего гардероба – шорты из эко-кожи. Вторая моя вещь в гардеробе. Нет, третья. Третья моя вещь в гардеробе от бренда Love Republic. Заказывала тоже, кстати, на La Moda. Потому что в магазине их, по-моему, не было. И я посмотрела на La Moda, там они были. Они у меня в размере 42. Хотя, откровенно, у меня в Love Republic 40-й. Но, что касается низа, учитывая, что я собираюсь носить эти шорты с капроновыми колготками, мне хочется, чтобы они максимально свободно на мне сидели. Чтобы они прям вот пространство между тканью и кожей, тканью, шорт и моей кожей оставляли какое-то. И мне нравится, как это выглядит с вот этим пиджаком. Я показывала вам уже во влоге этот аутфит. Пиджак от All We Need приталенный. И ботфорты, которые я купила от бренда Vitacci. Дерзкий, экстравагантный. Немножечко, знаешь, что не ожидали вы от меня такое. Но как это красиво. И я влюблена в этот образ. И вот что хотите вы со мной делать? Еще вот эти вот серьги добавить. И это просто то, что... Вы знаете, я хочу носить это каждый день. Вот бывают такие образы, ты его примеряешь и понимаешь, что это настолько твое, это настолько ты. И, видимо, да, это нынешнее я. Ничего с этим не поделать. Я сейчас ощущаю себя именно так, как я выгляжу в этом образе. Потрясающе. И на самом деле в контексте зимнего гардероба шорты хорошо работают. Они работают со свитерами оверсайз, объемными, очень теплыми. Они прекрасно работают с жакетами. Причем этот жакет я просто надеваю на голое тело. Они прекрасно работают с кардиганами, с удлиненными пальто в длине макси, с шубами. И в таком случае ножки действительно не замерзнут. Я надеваю эти шорты с колготками 8 или 20 ден, покупаю в колцедоне. Молнии черные всегда. И да, прекрасно все это вместе смотрится и носится. Здесь такие две молнии. Ремень здесь был бы лишним. То есть еще добавляю сюда ремень, учитывая вот эту фурнитуру, я бы не стала. Поэтому я просто прикрываю вот это место. Кардиган, который я вам показывала в зимней капсуле. Но здесь продублирую, скажу еще пару слов о нем. Уже носила и так здорово он носится. Такое классное качество трикотажа от лайма не ожидала. Прекрасный, просто прекрасный. И опять же с теми шортами, которые я показала, с этими ботфортами. Роскошное сочетание. Просто невероятно обожаю в молочном цвете. Хочу еще теперь полосатый, чтобы был молочно-черный. Прямо хочу коллекцию этих кардиганов, потому что они настолько... Комплиментарные и настолько классно работают у меня в гардеробе. Я просто в восторге. Покупка, которая у меня висит в гардеробе уже целый месяц. Я уже и носила этот бомбер. Это бомбер от бренда Mango. На La Moda его не было. Я просто покупала его офлайн в Mango. И мне что очень нравится? Он совершенно без фурнитуры. То есть здесь вообще ничего нет. Только вот эти вот кнопочки черные, на которых, соответственно, этот бомбер держится в застегнутом виде. Он такой аккуратный, миниатюрный. На мою комплекцию вообще идеально сел. Он у меня в размере XS. Плечи объемные за счет подплечников. Классный образ получается с простыми джинсами, с простыми брюками. И каждый раз, когда я надеваю этот бомбер, я получаю миллион комплиментов. Потому что он действительно смотрится настолько стильно, что он заменяет мне простой черный жакет. И когда я только его увидела, даже не примеряя, я его сразу же захотела. Помните, я во влоге каком-то показывала. Я просто влюбилась в этот бомбер. Он невероятный. Просто люблю всем сердцем. И он такой укороченный. Здесь такая резинка. В общем, да, ну вот классный. И сделан хорошо. Очень качественный. И когда-то подобные бомберы, я знаю, были в Заре. И сейчас они есть, кстати говоря, в МААК. И девчонки еще надевают сюда обычно брошь YSL. Я за YSL не гоняюсь. Но я хочу купить себе винтажную брошь. Какую-нибудь интересную. Возможно, Ани Кляйн. И носить ее вот здесь вот. То есть, как такой интересный акцент на этом бомбере. И я чувствую, что весной я из этой вещи просто не вылезу. Девочки. Ну, вы понимаете, что немножко сама скажу. Разгуляй у меня начался. Понимаете, вот все. У меня так прекрасно каждый день. Вот вы не представляете даже, насколько мне прекрасно. Я просыпаюсь утром. У меня невероятное количество энергии. И покупать себе серебряные джинсы. Я уже написала в своем телеграмм, что вся жизнь коробка с елочными игрушками. А ты в ней запутавшийся дождик. Я была запутавшимся дождиком. Сейчас я уже давно вышла из этого состояния. Поэтому я пирожок в фольге. Ну, или курочка в фольге, поданная к столу в полоцкарте. Что касается этих барюк. Это брюки из эко-кожи. И в этом их основная прелесть. Потому что брать деним с налетом серебра я переживала. Потому что деним пачкается больше. Потому что деним, каким бы он ни был, с каким бы напылением его не подавали, он все равно хлопковый. И он пачкается. Его нужно стирать. Чем больше ты стираешь вещь, чем больше стирается серебро с нее. Но это моя логика. То есть я вот так вот это вижу. Поэтому я взяла эко-кожу в лайме. У меня самый маленький размер. Они все равно мне большие. Но ничего страшного. Я посадила их на бедра. И мне в целом окей. Очень классно, кстати, смотрятся с тем бомбером. Вообще, на самом деле, с каждым верхом, который я сегодня показала, наверное, за исключением кардигана и злайм, они смотрятся умопомрачительно. Просто кардиган и злайм с золотыми пуговицами. Было бы с серебряными, я бы носила. А так сочетание двух цветов металлов я просто не очень люблю. И они длинные, но они с каблуком вообще мне прекрасны. Ощущение, что я кусок фальки просто сейчас растянула и показываю девчонке. Ну, они потрясающие. Они широченные, они такие стильные. Я очень давно хотела себе брюки в джинсы в серебряном цвете. И вот, наконец-то. Дорогие мои, у меня было все на сегодня. Я вас всех целую и обнимаю. До встречи, дорогие мои. У меня было все на сегодня. С прекрасным настроением, с легкой душой, с самыми горящими глазами. Снималось видео. Очень налегке, очень душевно. Просто хотела с вами поболтать, действительно, поделиться тем, что мне, ну вот, настолько сильно понравилось. Вы видели, что от каждой покупки я просто в восторге. Целую вас обнимаю. Теплой вам, согревающей, уютной, окутывающей своей нежностью и счастьем зимы. Совсем скоро уже. И до встречи в новых роликах. С вами была ваша Яна. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok